Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Спасатели Анапы предотвратили возможное подтопление на хуторе «Уташ». Тревожный сигнал поступил от исполняющего обязанности главу Джигинского сельского округа. К ним обратились жители Уташа с жалобой и опасением. От канала на дорогу двинулась крупная ледяная масса. На место прибыла оперативная группа под руководством начальника отдела гражданской обороны и защиты населения Сергея Семеркова. После становления причин появления льда неподалеку от жилого массива приняли решение перекрыть проходящий вдоль дороги канал, сделав дампу и пустить весь поток по обводному каналу. Для этого спасатели предварительно прорубили и расширили водоток в районе моста на федеральной трассе. Сильный ветер и мороз, а также отсутствие подъездных путей усложнили задачу, но анапские спасатели решили и ее. Расчистили дорогу трактору от повальных ледяным дождем деревьев электропилами. В селе Супсех тоже провели работы по предотвращению подтоплений. Днем температура воздуха на этой неделе поднималась выше нуля. Лед и снег таяли, угрожая подтоплениями дворов и частных домов. Под ледяным панцирем оказался водосток на улице между участками Парковой и Гагарина. По заданию главы курорта Сергея Сергеева ситуация взята под наблюдением управлением ЖКХ. Коммунальщики ликвидируют природную аномалию, прорубая во льду дополнительные отводы для воды. Ситуацию постоянно контролировали работники управления ЖКХ. В понедельник, 3 февраля, на городском планерном совещании обсудили вопрос обеспечения детей-сирот социальным жильем. Взвесив все доводы и выслушав мнение специалистов, мэр Анапы Сергей Сергеев отметил, эффективнее и выгоднее построить новое жилье. Начало строительства нового дома запланировано на 15 апреля. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов распорядился провести обследование всех водоемов Анапы. К инспектированию должны были подключиться и главы сельских округов для обеспечения безопасности. Говорили о безопасности во время проведения праздника на театральной площади. 7 февраля, в день открытия Олимпиады, в городе пройдет концерт и прямая трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Сергей Сергеев напомнил чиновникам, праздник должен пройти на высоком уровне подготовки и обеспечения безопасности. Мэр Анапы поблагодарил работников коммунальных служб за работу во время аномальных для Анапы морозов и в условиях ледяного дождя. Напомним, с 21 по 31 января в Анапе зимние стихии проявились дважды. Дождь, обледенение, затем снег и снова ледяной дождь. Бригады электриков устраняли обрывы линий круглосуточно, работая почти в экстремальных условиях. Хочу поблагодарить в том числе и дорожников, и электриков, и коммунальщиков. Вы обратите внимание на санитарное состояние в городе по уборке первых бытовых отходов за работу в этой работе. Спасибо. Устранять последствия стихии начали сразу, и уже двое суток, как только температура воздуха днем стала подниматься выше нуля, работники начали восстанавливать тротуарную плитку и очищать дороги и тротуары от смеси песка и соли. На заседании Комитета по финансовому бюджету, муниципальной собственности и социально-экономическому развитию города депутаты предложили вынести на рассмотрение очередной сессии Совета вопрос об исключении из плана приватизации на 2014 год объекта «Питьевой бювет», расположенный по адресу город Тана по улице Ивана Голубца, 27А. «Питьевой бювет» необходимо сохранить для напчан и гостей курорта, а сохранение профиля объекта – обязательное условие сдачи его в аренду не на 5, 10 или 50 лет, а навсегда, отметили депутаты. Готовность взять в аренду бювет, его называют «беседкой любви», ранее высказали в Анапской региональной курортной ассоциации. Ее возглавляет председатель Комитета по вопросам курорта Совета муниципального образования Вера Стефановна Севрякова. Кроме того, на собрании Комитет обратили внимание на необходимость пересмотра стоимости аренды объекта и кадастровой стоимости земельного участка в сторону снижения. В археологическом музее Горгипия 5 февраля зажгли чашу Олимпийского огня. У древних каменных артефактов прошла репетиция грандиозного праздника, посвященного главному событию в этом году – торжественному открытию 22-х зимних Олимпийских игр. 22 факелоносца в Анапе – лучшие спортсмены города – пронесут огонь через горгипийские развалины на Театральную площадь, где зажгут Олимпийские кольца – главный символ Олимпиады во все времена. Мэру Анапы Сергею Сергееву на этой неделе было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Тихорецкого района». Такие звания присваивают людям достойным и профессиональным в жизни и в работе. Мы узнали, какие качества главы города-курорта Анапы выделяют и ценят анапчане и жители Тихорецкого района. Я Сергея Павловича уважаю за его труд, за его порядочность, за его умение держать себя в любой обстановке. Человек – слово, человек – дело. В новом ключе это тот администратор, тот управленец и эффективный менеджер, который действительно должен быть сегодня, который сегодня есть. Придя в район, начав работать главой администрации сначала города, затем района, след оставлен, конечно, очень большой этим человеком. Требовательный человек вроде требует порядок, это радует. «Очень понравилось решение мэра не сносить здания, которые незаконно построены, а оставить их и отдать несколько квартир нуждающимся. Ведь я приветствую это. Легче всего убрать, снести. А вот такое решение – это государственное решение, очень правильное». «У нас была очень серьезная проблема с палатками, с торговыми палатками. Они стояли 6 лет, мы долгих 6 лет боролись за того, чтобы нам их убрали, потому что они работали круглосуточно. Когда он к власти пришел, их убрали, мы сейчас очень-очень довольны, что действительно сейчас у нас чистота и порядок, и мы спим спокойно». «Ко всему, ко всем службам он всех проверяет, всех настраивает, чтобы в городе был порядок». «Она поблагоустроилась, во-первых. Во-вторых, мусор стал вовремя убираться. Улицы буквально каждое утро подметаются машиной. Очень довольны и рады за Сергея Павловича». Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Очередь в детские садики города-курорта значительно сдвинулась с места. Продлите жизнь на полчаса. В Анапе открылась ежегодная выставка «Смех Анапа», посвященная 22-м зимним Олимпийским играм. В санаторно-курортном объединении смена подвели итоги первенства России по гиревому спорту. Сейчас обо всем подробнее. Ровно неделя прошло совещание в администрации города, на котором по поручению главы города, председатели квартальных комитетов, как представители общественности от жилых домов и руководители предприятий «Коммунальщик», она по благоустройству «Сити Кристалл» пытались понять друг друга. Почему вдруг выросла стоимость вывоза твердых бытовых отходов? Алексей Харитонов на этом совещании потребовал от ОАО «Коммунальщик» четкого графика встреч с горожанами с разъяснительной работой. Но ни извинений людям, ни возврата денег, ни разъяснений так и не последовало. Сегодня глава города Сергей Сергеев обратился в прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку деятельности вышеобозначенных компаний. Многочисленные обращения жителей многоквартирных жилых домов города с жалобами на незаконные действия управляющей компанией ОАО «Коммунальщик» По повышению с 1 января 2014 года в несколько раз платы за вывоз мусора не прекратились. Количество звонков на телефон главы также. Количество подписей в жалобах на имя главы зашкаливает. Аргументы у людей вполне понятные. Если бы их вовремя принять в расчет и выслушать. Заложена еще одна услуга – вывоз крупногабаритного мусора или крупногабаритных отходов. Вот эта услуга, она коммерческая. Получается, она навязанная жителям. Если вы навязываете эту услугу, если вы ее выносите или вносите в квитанцию, тогда вы обязаны поговорить и обсудить это с собственниками. Этого вообще не было. Зато, говорят, был проведен мониторинг количества вывозимого мусора. И исходя из этого, рассчитаны новые тарифы. Причем уникально. Для каждого подъезда свой. Тут вопрос на вопросе. Почему до сих пор, я жду, до сих пор, почему не пришел инженер, не пришел какой-то другой представитель, не разъяснил жителям по вот этим вот, по тарифам, по новым, почему. Объяснить более детально наверняка получится прокуратуре. О результатах проверки после обращения главы города Сергея Сергеева в прокуратуру мы обязательно расскажем вам. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. Очередь в детские сады в Анапе сокращается. С начала года в сельских населенных пунктах открыли три новых модуля для дошколят. Как не потеряться в очереди на место в детский садик, расскажем прямо сейчас. Чтобы получить место в детском саду, родители должны поставить ребенка на учет в единый электронный реестр, в единую городскую очередь. Схема проста. Необходимо подойти в многофункциональный центр на улице Промышленной 9, взять талон к специалисту, принимающему в восьмом окне, и уже от специалиста получить образец заявления. При этом обязательно у родителей должны быть оригиналы и копии документов, паспорт, свидетельство о рождении и справки, подтверждающие льготы, если такие установлены. Специалист выдаст регистрационный номер и разъяснит, как отслеживать продвижение очереди на сайте Управления образования. О том, попал ли ребенок в детский сад, вы сможете узнать в дошкольных учреждениях, так как каждый руководитель обязан вывесить список тех детей, которые попадают в дошкольные учреждения, в это комплектование, и что ребенку будет выдана путевка. Об этом будет сообщено через СМС-сообщение, либо на адрес электронной почты, который вы оставляете при заполнении заявления специалисту многофункционального центра. Кроме того, ежегодно можно перерегистрироваться в МФЦ, если изменилось место жительства, фамилия или номер телефона родителей. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Регион. Самостроек как инфекция на курорте требует серьезного вмешательства. После профилактической работы со стороны властей города застройщики стали нарушать меньше, но не все. Кто-то по-прежнему рассчитывает на ВОСе и ждет решения суда на разрешение. И пока ждут, продолжают возводить незаконные этажи, угрожая безопасности анапчан и уродуя внешний вид города. Очередной совет безопасности по самостроям прошел в администрации города. Подробности прямо сейчас. Тема самостроев не сходит с повестки дня в ежедневной работе. На сегодняшний день в судах Анапы находятся 79 исков о незаконных строениях. Среди них есть заявление и об открытии дренажного канала, несущего грязные стоки в Витязевский лиман. Что мы там увидим, я могу сказать заранее. В емкости для сбора сточных вод и запорную арматуру, которую ночью открывают эти собственники гостиниц, которые находятся вдоль этого канала. И все это сбрасывается в Витязевский лиман. Все эти фекалии. Поэтому уже к Витязевскому лиману, к предмету нашей гордости в недалеком прошлом, прибавляется слово «вонючий». Если кого-то это устраивает, я думаю, никого из присутствующих, да и всего населения Анапы, за исключением тех, кто это делает, это не устраивает. Глава курорта подчеркнул, что все службы должны работать как единая команда, не затягивая устранение нарушений в сфере строительства. И привел конкретные примеры. Вы посмотрите на этот сарай. Знаете, что он говорит? Ничего-ничего. Пока вы со мной судиться будете, сезон закончится. И он действительно закончился. Человек наплевал на всех. Сергей Павлович подчеркнул, что сегодня нет проблем с оформлением документов на строительство. За прошлый год администрации муниципального образования выдано 956 разрешений на строительство. Сравним. В 2012 году – 429. За две недели 2014 года застройщики курорта уже получили 31 разрешение на строительство. Вместе с тем, есть явно проблемные объекты. Вот пират. Посмотрите. Да, в прошлом курортном сезоне он не работал. Но опять же, сегодня уже начинаются движения по его открытию. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая рассказала о результатах комплексного анализа, проведенного управлением муниципального контроля. Я хочу привести пример. Для примера взяла вообще одну улицу и несколько объектов. Видите, взяла. Привела к Александрийске. 4А. Четырехэтажное здание. Понятно, земельный участок и само здание имеет название индивидуальной живой дом. В кавычках, конечно. Александрийский 6. Гостиница. Земля, само собой, ИЖС. Возводится шестиэтажная пристройка. Здание. Александрийский 9. Трехэтажное здание, заинвестировано в свое время. Сегодня обестраиваем четвертый и пятый этаж. Среди множества примеров и такой вопиющий факт, когда земли сельхозназначения используются для строительства многоквартирных домов. Некоторым будет рассказывать, что им холодно, темно, там нет коммуникаций. Что им далеко возить детей в школу, что там нет детских садов и так далее. Особое внимание работе служб ресурсообеспечения. Подключение к сетям электровода и газоснабжения должно предоставляться только добросовестным застройщикам. Об этом доложил заместитель главы Алексей Харитонов. Еще одно важное направление в теме самовольного строительства – перевод назначения земельных участков в соответствии с предметом строительства. По подсчетам специалистов, 7,5 миллионов рублей в год дополнительно могут получать бюджет города от приведения земли в соответствии с назначением только с 90 участков, выявленных в ходе последней ревизии. Готовим исковые заявления в суд о взыскании за предыдущих 3 года необоснованного обогащения путем внесения платы подложной, так как они обратились в суд о узаконении многоквартирного дома. Понимаете? И уже не по ДЖС будет, либо гостиницы. А расчет платы и суд, мне кажется, там, где физница, это суд общей юрисдикции, суд, если юридическое лицо – это арбитражный суд, суд будет на нашей стороне. Таким способом мы пополним доходную часть бюджета. Генеральную репетицию и церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи очевидцы называют грандиозной и незабываемой. А напчане тоже репетируют свой праздник, посвященный одному большому событию – Сочинской Олимпиаде. Организаторы и участники прогнали на двух площадках в городском театре и на театральной площади. Есть вещи, без которых настоящую Россию тяжело представить. Необъятные поля, усеянная золотой пшеницей, нарядные народные костюмы и, конечно же, колокольный звон. Колокольный звон – неповторимая древнерусская церковная музыка, которая сегодня украшает с достоинством и светские события, а на этот раз гости Олимпийского Сочи будут любоваться музыкой анапской звонницы. Творческая программа, которую мы везем в Сочи, была утверждена Международным Олимпийским комитетом. И уже с октября месяца мы готовимся, репетируем, пошли до новой костюмы. И с 10 февраля наши анапские коллективы будут представлять наш город в Сочи. Коллектив «Надежды России», «Солнышко», «Зарница» с программой, подготовленной режиссером городского театра Иваном Ивановым, будут выступать в зонах гостеприимства Эмеретинской долины, морского порта Сочи, Адлер-парке, Дагомысе и Лазаревском. Трансляция выступлений с развлекательных площадок «Лайф-сайт» будет осуществляться на весь мир. Тематика олимпийская, массовые, спортивные. Мы постарались собрать такую команду, которая могла все это осилить и показать в нашей программе. На просмотре в гуртеатре перед специальной оценочной комиссией была представлена не только танцевально-музыкальная программа, но и выставки народных промыслов. Мастерская Владимира Иванисова представит в Сочи керамику ручной работы. Идеи для своих изделий мастер черпает на древнегреческих фресках и мировых музейных фондах. Как утверждает Владимир Иванисов, в его коллекции есть даже копии амфор, которые вручали на спортивных состязаниях в древней Горгипи. Кроме того, семья Иванисовых будет угощать гостей Олимпиады хлебом по древним греческим рецептам, муку для которого смелют на старинной ручной мельнице. А сегодня, 7 февраля, всех анапчан и гостей города в 19 часов ждут на театральной площади принять участие в грандиозном флешмобе и почувствовать себя одной большой страной. Мы верим в победу России – главный девиз праздника. Мы очень хотим, чтобы все у страны получилось. У нас есть чем гордиться. Давайте испытаем это чувство вместе. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. 7 февраля, в день открытия Олимпийских игр, в школе номер 7 провели торжественную линейку в честь церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Триколоры, воздушные шары в руках школьников – символ праздника и символы сочинской Олимпиады в стройных рядах школьников – белый мишка, снежный леопард и зайка. 7 февраля 2014 – особенный день в истории России и школы номер 7. На торжественной линейке приветствовали лучших спортсменов школы и символически пронесли свой собственный Олимпийский огонь во дворе школы. Вместе поддержали спортсменов Олимпийской сборной России, в очередной раз доказав – вместе мы победим. Поддержим наших спортсменов вместе. 7 февраля в 19 часов на Театральной площади пройдет праздничный концерт и флэш-моб, а в 20 часов 14 минут начнется прямая трансляция открытия Олимпийских игр в Сочи. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа-регион. В детской художественной школе стартовал седьмой международный фестиваль карикатур «Смех Анапа». В этом году экспозиция на тему «Зимние Олимпийские игры». На конкурс поступило более тысячи работ из 40 стран мира, от 250 художников. На открытие выставки карикатур побывала Алина Гумирова. Традиционно фестиваль проходит во время курортного сезона. Организаторы и участники решили внести свой вклад в поддержку Олимпиады в Сочи и сделали экспозицию в феврале. Вторая выставка, дополнительная на тему туризма и экскурсии, пройдет летом на набережной Анапы. Благодаря использованию электронных средств связи параллельно с «Мех Анапа» проводит выставки лучших работ в Сочи, Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Озерске и Снежинске. Она будет на период Олимпийских игр здесь экспонироваться. И вход свободный. Пожалуйста, любой может сюда зайти, посмотреть. Книга отзыва у нас, оставить свои отзывы. В Анапе представлены карикатуры нескольких анапских авторов. Директора фестиваля Александра Прохорова, Сергея Артеменко, Юрия Ковальчука и директора детской художественной школы Сергея Сахно. На выставке работы не только взрослых художников-карикатуристов. На отдельном стенде работы детей, юных воспитанников школы. Впервые вижу такую выставку. Мне очень понравилось, очень смешно. Все картинки очень смешные и с юмором. Порассматривали, я увидела, что они с разных стран. Да, мне интересно. Но мой класс тоже заинтересовался в этом. Мне помогал, никто не помогал с карикатурой. Я сама справилась. Ну, сложно, правда. Победители конкурса определят жюри. Их наградят дипломами Академии художеств и фестиваля, памятными анапскими сувенирами. Следующие темы смех Анапы будут особенно актуальны для нашего края. Вино и виноделие, отдых и рыбалка. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Новости спорта далее. Первенство России по гиревому спорту прошло в Анапе, в санаторно-курортном объединении «Смена». Этот вид спорта называют самым мужским и самым русским. Первенство по гиревому спорту прошло в санаторно-курортном объединении «Смена». На соревнованиях 387 спортсменов представили 34 региона России. Весь алфавит в географии участников от Алтайского края до Ямала-Ненецкого автономного округа. Спортсменов, юношей и девушек приветствовал на открытии заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Мне бы хотелось сегодня искренне вас от имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева поздравить с прибытием на нашу землю благодатную Анапскую, город-курорт Анапа, город-мысль Славин. И хотелось бы в этот знаменательный день. Почему знаменательный? Потому что мало того, что прибыли практически все команды со всех регионов нашей неопъятной страны, 39 команд и около 400 участников. Знаменательное по количеству участников и потому, что накануне Олимпийских игр в Сочи олимпийского настроения и по олимпийски высоких достижений пожелал спортсменам депутат Законодательного собрания края Николай Иванюшкин. Многие знают о том, что на последних летних Олимпийских игр в Краснодарский край завел огромное количество медалей. Их количество превысило достижения Франции, Бельгии и других государств Европы вместе взятых. Я очень надеюсь, что и генерики Краснодарского края тоже не отстанут и покажут замечательные результаты в Бельгинской России по дереву телеспорта. Это спорт настоящих мужчин. Наши земляки заняли вторые и третьи места в общекомандном зачете. На первом месте по итогам соревнований спортсмены из Алтайского края. На втором – Краснодарский край. На третьем – команда из Башкортостана. Это среди младших участников. Старшие спортсмены из Тюменской области завоевали золото. Серебро увезут в Башкортостан, бронза – у Ростовской области. И на четвертом месте команда Краснодарского края. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Напоминаем, сегодня, 7 февраля, вечером в 20 часов 14 минут на Театральной площади пройдет прямая трансляция торжественной церемонии открытия 22-х Олимпийских игр в Сочи. И на сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу 8 февраля в Анапе будет пасмурно, без ассардов. Температура воздуха днем 4,6, ночью до плюс 2 градусов по Цельсию. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 3 градуса тепла. В воскресенье 9 февраля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 6-8, ночью около 5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 3 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова